Хоба! Привет! С вами доктор Блад. У нас по-новому пол-восьмого, а по-старому пол-девятого. Вот так вот. Дней пять примерно придётся вот так вот жить. Ну ладно. Ветер у нас сильнейший. Я в первый раз снял флаг. У меня тут флаг и антенна. Ну такая палка здоровая, да. Вот. И антенну тоже опустил. А флаг вообще снял к чертям, потому что рвёт всё. Ужас. И главное, что самое интересное, этот ветер будет усиливаться. Вот сейчас у нас 27 километров в час. Будет 29, 30, 31, 31. Ой-ой-ой! 31 будет до трёх часов дня. А потом будет потихонечку стихать. Вообще мрак. А, мышь опять сидит. Слушайте, это одна и та же. Надо найти место, потому что... Ну это не может такого быть. У меня уже сколько? Восемь или девять. Я уже запутался. Сидит себе, напевает что-то, насвистывает. Тараканы и клопы уже давно в квартирах не наблюдаются. Это пишет мне Елена. Но в последнее время стали появляться на подъезде объявления. Избавляем от клопов и тараканов. А потом жители обнаружат у себя этих насекомых. Так что это способ заработка такой дикий, не более. Я помню, я в Дмитрове подрабатывал, сторожил ночью этот столярный цех, и вот там крысы. И вот как-то пришла группа каких-то ребят. У них невзрачная собачка. Вот. Они говорят, мы запросто платите деньги, мы вас от всех крыс освободим. Вот. Ну и правда заплатили деньги. Вот с этой собачкой всё, крыс больше не было. Вот есть терьер, по-моему, да? Ловят крыс. Ну интересно. Причём для них это спорт. Я правда не видел, как они это делают, но крыс-то не было. Так. Чё у меня тут ещё? С крысами разобрались. Алиев прокомментировал запрос Армении о консультациях с Россией. Так. Он заявил, что у Иривана нет оснований просить военной помощи у России, поскольку, поскольку. Так. Поскольку здесь. Во. По его словам, Азербайджан проводит военные территории на признанных международных сообществах, своих территориях. На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас нет таких планов. Да у него-то и нету таких планов. А вот у Эрдогана, это ещё вопрос. Экс-губернатор Волгоградской области скончался после заражения на 1974 году жизни. Мог бы жить и жить. Профессор Соловей разбушевался это на Яндекс.Дзене. Интересные вещи попадаются. О создании массового движения Путин в расчёт уже не принимается. Сегодня, 28 октября, сегодня же 1 ноября, я не слышал, на своём YouTube-канале обратился к гражданам России с решительным заявлением. Цитаты. Наступает решающее время нашей истории. Оно наступает потому, что Владимир Владимирович Путин очень скоро уже не сможет править. Впрочем, в мире уже хорошо об этом знает, начнётся борьба кланов. Сейчас есть шанс, которого никогда ещё не было за последние 20 лет, изменить судьбу народа. А, ух ты, мы предлагаем отмена пенсионной реформы, отставка правительства, полная и безусловная реализация конституционного права на мирное собрание, проведение выборов в Госдуму. Ух ты. Соловей, соловей, пташечка, и басом так, канареечка, жалобно поёт. Нет, спасибо, в другой раз. Это чё мне предлагает политика сегодня? А, жителям США пообещали тяжёлую зиму на фоне пандемии коронавируса. Вообще кошмар. Меня сейчас снесёт и всё. Да, а чё тут, чё тут? Ну да, пандемия. Ничего хорошего. Тяжёлая эпидобстановка. Подтверждено 9 миллионов случаев коронавируса. Скончалось 230 тысяч 556 человек. Ряд лиц из окружения Трампа подготовились к передаче власти Байдена. Ну, не знаю, кто это говорит. Яндекс, Турбо, Регнум. Вот эту проработку процедуры передачи власти в случае победы Байдена начал ряд лиц из окружения действующего президента США Дональда Трампа. Ну, может быть. Может быть. И читайте ранее, в этом сюжете в Нацгвардии США создали группу по подавлению уличных беспорядков. Да, может быть и так. Может быть и так. Мужчина взорвал гранату в магазине под Владимиром. Чё, уже началось, что ли? В Кирове, Владимирской области. А, в Коврове, в Коврове. В Владимирской области мужчина взорвал гранату в магазине. В результате он получил увечья, его госпитализировали. Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы подрывника, также выясняют, где он взял гранату. Взял, где взял. Купил. Три человека пострадали. Всё то же самое. При взрыве в торговом центре в Коврово. Хлопок. Хлопок произошёл в результате бытового конфликта между тремя гражданами. Нифига. И последняя новость. Мужчина в костюме Деда Мороза, как передает Интерфакс, взорвал гранату на рынке во Владимирской области. На рынке. Может, это в другом месте? Нет. У одного из мужчин оторвало кисть, он в реанимации, пострадали двое мужчин и женщина. Нормально так, да? Ковровское бомбометание. При взрыве в мытищах погиб один человек. Это, ребят, если я не ошибаюсь, это в другом месте. Но рядом, рядом. О, наша Елена там живёт, мытища. При взрыве в гараже в мытищах погиб один человек. Вот и нифига себе. В гаражном кооперативе хлопок газовоздушной смеси. Выехал городской прокурор на улице Попова. Я не знаю, где я там. Антонов называл его самым стильным советским исполнителем. Ребята, немножко ответитесь, да? Я думаю, ну кто же Антонова я уважаю. Он хорошо поёт, он молодец. Правда, он какой-то бука. Вот, ну он, слушайте, гремело из всех этих машин, вот это вот, Антонов, да? Ну, в мои времена Антонов, везде Антонов. Ну, кассетные магнитофоны появились как раз, да? Машинные, машинные. Знаете, кого он имел в виду? Самым стильным. Виктор Вуячич. Слушайте, ну да, ну да. И вот тут я с ним согласен абсолютно. Крутой был мэн, вот просто вот такой крутой. Да, здорово. Так, ладно, ну отвлеклись. Следственный комитет допускает, что в мытищах произошёл взрыв тислородного баллона. А говорили хлопок, уже взрыв. Так, погиб один человек, пострадали двое, было повреждено пять гаражей. Пять гаражей. Ёлы-палы. Они саманные, что ли? Не знаю. В России зарегистрировали более двух тысяч смертей из-за коронавируса за неделю. Это впервые. Впервые. Ох, чёрт, возьми. Посвящение в супертяже. Какой-то Гассиев накуртировал Сефери в первом раунде. Поединок был остановлен на сто седьмой секунде. Побил, побил, да. Ну там интересно. Изначально соперником российского боксёра, он российский, Мурат Гассиев, изначально соперником должен был стать американец Кевин Джонсон, но у него возникли проблемы с документами. А-а-а. Заменить его должен был албанец Сефер Сефери. Однако и он не смог выйти. Ну, короче, кого-то из зрителей, наверное, взяли, да? А-а, первый тяжёлый вес, ну, Рей Сефери, а он, так, а он супертяжёлый. Ну, конечно, он его побил сразу. Ну, побил и всё. Сказал, ну, ты чё здесь, сейчас я тебя побью. Так, хорошо. Отдохнувшая в Египте, россиянка описала страну словами «разруха, грязь и смрад». Ну, и сравнила её с Турцией. В Египте страшно ходить из отеля без мужа. Я бы точно не решилась. Вокруг беднота, разруха, грязь и смрад. Это я про Дизу, Каир и Хургаду. В Шарме должно быть получше. Да-да-да, отношения жителей Египта к отдыхающим. Отношения к вам просто как к мешку с деньгами. Никому не интересно, что вы больше не захотите вернуться к ним в страну. Главное – получить выгоду здесь и сейчас, выразила и блогерша, и привела в пример историю, когда гид предложил им приобрести аксессуар по цене в 15 раз выше обычной. Да? Наверное, так, ребят. Я не был ни там, ни там. Мне не интересно. Вот, интересно. Жители деревни похитили умершего от коронавируса шейха. И попали на видео. И это где ж такое? Друзская деревня на голландских высотах. Пришли на территорию больницы и похитили тело умершего шейха. Тело мужчины с силой забрали из учреждения. Им не давали. Туда-сюда. Полицейские приехали, но не стали сопротивляться. Угу. Странно это, да? Как-то странно на голландских высотах. А в России ещё веселее. Мужчина спрыгнул с Крымского моста в Москве на катер и сломал стопы. Он спрыгнул на катер, потом спрыгнул в воду. И оказалось, у него перелом ног. Поступок он объяснил желанием испытать себя. Ну, нормально испытал. Теперь будут ходить, как это? Ру-20. Ру-20. В Минске впервые замечены на улицах броневездеходы с крупнокалиберными пулемётами. Уууу. Они проследовали в сторону стела «Минск. Город-герой», где обычно собираются участники массовых протестов. Так, что тут ещё? интерфакс мужчина который напал накануне полицейских москве напал накануне на полицейских москве после задержания вел себя неадекватно намеренно выяснить является ли это следствием психического расстройства или употребление наркотиков отпустят алик неувиновный отпустят научил он же это у него расстройство психическое поняли да вот потому они отошли в сторону не стали спротивляться петербурженко нашла на берегу финского залива человеческую ступню которая была одета в резиновый сапог да девушка совершила интересную находку во время прогулки у финского залива в кингисептском районе приехавшие на место полицейские подтвердили что нашли ступню рядом с костями был резиновый сапог и носок останки передали в морг для исследования этой осенью в петербурге возбудили как минимум семь уголовных дел из-за убийств с последующим расчленением трудов питер да питер продолжает радовать это комментарии это нога у кого надо нога не зря глебыч назвал расчлене град вот черт возьми а медики озвучили результаты проверки гибели женщина обвинивший в этом минздрав помните я вам рассказал 64 летняя женщина записала ролик и сказала что мне никто не собирается спасать и в моей смерти прошу винить минздрав не 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 там все нормально приехала спецбригада направление туда сюда все мы не причем мы не причем понятно да сядет надолго избивший волгоградца арсен мелконян будет отвечать за смерть это кого же еще избили а это они поругались в родительском чате и он на глазах у всех в банке проломил ему голову тот скончался не приходя в сознание вообще какой-то кошмар да мелконян после того как нанес страшные раны волгоградцу спокойно вышел из банка никто его не остановил да кто ж его остановит ребята кто ж кто ж он одного уже убил и кто-то полезет останавливать да умерла директор фильма джентльмены удачи александра демидова упс и директор фильма умерла там вообще никого не осталось уже артистов никого ах ах это фильм я в школе учился да так вместе начались задержание протестующих и стрельба в воздух ой бронеавтомобили закрыто метро да минувшую пятницу президент беларуси альсан лукашенко предупредил участников акции протеста что силовики будут действовать более жестко и добавил что властям отступать некуда так и и мне куда отступать на самом деле как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре бла 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 но самое главное что нужно знать это в зависимости от того кого изберут если изберут опять трампа то рубль упадет а если изберут байдена то упадет рубль понятно да смотрим дальше 11 россиян умерли от коронавируса во время отдыха в турции вот черта еще и там умерли нужно ехать туда чтобы умереть увидеть турцию и умереть удалось выяснить часть тела мужчины по которой можно определить его здоровье я думал шея потому что здоровье женщина определяется по шее вот эта часть тела заметно всем бла 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 талия ребята талия по талии критический объем у мужчины составляет 93 сантиметра если больше если больше то висцеральный жир ту 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 поняли да причем это приводит данный вид жира может послужить причиной развития деменции и слабоумия но это примерно одно и то же мне понравилось комментарии ё-моё пол думы деменция и слабоумие ладно смотрим дальше профессор преображенский тоже на твиттере финляндия гордиться тем что решила проблему бездомных дикие люди а все потому что покинули россию останься они с нами сто лет назад сейчас бы гордились парадами ракетами они тем что могут уничтожить мир и тем что может могут уничтожить мир они вот этой вот глупостью подумаешь да это профессор преображенский будни республики вчера в горловке но это днр да от взрыва погибли трое мужчин они разбирали на строй материалы разграбленные ополченцами производства местного предпринимателя веселкина и видимо нашли в этих руинах какой-то боеприпас нам заминировал мужик да и вот тут интересно рассказ дальше идет рассказ о предприятии веселкин на видео когда-то это производство давало горловки налоги и рабочие места потом пришел русский мир в китае встранение и хранение книг сошедницына стало уголовным преступлением ух в китае какой же третий рим без пожизненных сенаторов но вы знаете да пожизненный сенатор теперь в россии осталось решить вопрос по поводу рабов да 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 томск в поликлинике принимает один терапевт очереди очередь перевалила за 200 человек в коридоре люди с симптомами простуды кто-то не чувствует запаха и возможно является разносчиком коронавируса то есть уже переболевший есть уже переболевший к видом да вот так и первое евгений розман охренеть оптимизация и вот дальше ему подсказывают оптимизация это уменьшение населения самая высокая продолжительность жизни в странах с лучшей медицины а кремлядям это зачем да ребят им не надо удивительный факт о том что путин вернул россии престиж в мире нигде в мире кроме россии не слыхали верно обдала тоже на твиттере что делают правоверные мусульмане и солнечных благодатных земель в слякотной промозглой европе и чего они туда толпами ломятся правильно я понимаю что путин с медведевыми путин с медведевым станут единственными людьми в россию пожизненно освобожденными от любой уголовной ответственности за любые преступления прошлые и будущие благодаря статусу пожизненных сом genera 2 он совершенно правильно вот алексей новоселов какой то он совершенно правильно понял все да путин президент и медведев тоже бывший полиции они пожизненные сенаторы и их Никто не сумеет привлечь Ах-ах В Японии старики уходят умирать в горы Есть такое поверье, я слышал А в России, в Совет Федерации Какие же мы с ними разные Сейчас в баре, это последнее Сейчас в баре меня один англичанин порадовал Сидим, пьем пиво за стойку Он говорит, раз ты из России, тогда скажи Путин бандит или нет? Я говорю, конечно, бандит А он, а что же вы выбираете 20 лет? Молчишь? Вот вы сами русские, все бандиты Поэтому президент у вас такой Логика Правильный комментарий А кто внушил этому англичанину Что в ватном рейхе есть какие-то выборы? Да И, ребят, у меня все на сегодня Но ролик не заканчивается Вот лежит с хвостом Черныш Посмотрите от Владимира И все, пока Доброе раннее утро Сегодня Какое? 30 октября 2020 года Ну вот, ну сейчас ты голову смесил, а? Сейчас ведь упадешь Заметься, чем нышь на своем рабочем месте То есть на дедовом компьютерном столе Ложись и успокойся Время 3 часа 37 минут Ой, извините Так, пришел, наелся, напился, бандит Сейчас будет у деда мешать Не даст печатать на клавиатуре Это точно А дед еще чай не пил А ты уже вон наелся, напился И вылизываемся Да так сладко Правильно, давай гостей Наманивай Сегодня Внучка при Карины Да, подруга твоя Я надеюсь Что она уже твоя подруга Все Все, ну ладно Сиди пока, сиди Да ложись уж, ложись, ложись ты как и положено Все Ох, банда черная, а? Нашел любимое место, а? Ну что ты будешь делать? Ведь не кровать Ничего ему не нужно А вот именно, дедов, компьютерный стол Ну ладно Доброе утро Сегодня 31 октября 2020 года Мы явились Поели, попили И сразу За прослушку То есть, за новости От доктора Блада Вот так вот Ой, ну банда, а? Как ты вчера Карину напугался? Вырывался у нее из рук Ну, понимаете Карина очень шумливая И быстро бегает по дому А он к такому не привык Мы такие, как бы люди, степенные, скажем так И стараемся говорить негромко И тихо ходим А на, тут какой-то просто метеор приехал И давай шуметь Кричать Бегать по дому Но он к такому не привык Ладно, лежи вылизывайся Все, отдыхай Пока Есть возможность Кстати Карина у нас кошатница Она так себя считает У них там в квартире кошки Но вот-вот Какой-то у нас черныш Неподдающийся Он вот не такой Но Как там Наманил гостей И сам не рад, да? Черныш Ну ладно Хватит Все Только что пришел Сейчас пойду его кормить Потому что без меня он здесь не будет Молочка ему налил И с хоу кормом подцепил Пакетик пока не дам Пускай бабушку дает Так, а время 3 часа 48 минут Ну пойдем Завтра Пойдем тянуть О-о-о Он запереди меня И рядом со мной Пойдем У деда Сегодня Надеюсь Будет последний Такой Трудовой день По перевозке песка Уже устал от него Давай ешь 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 Садись Ешь Так Я открыл Дверь 3.20 Вот где-то он был В 20 минут Наверное Втеплиться На сене Ну все Ешь И есть не хочешь А? Давай поешь Поешь Ну ладно Сегодня Желательно Все закончить Надоело Денечек отдохнуть И приниматься За другие дела Чай я уже заварил С милицией Разумеется Ну что-то Крутится вокруг меня Ешь давай Ешь Ешь Ну Банда Наконит Ах ты морда Ну все Деда Пора приниматься За чай За чаепитие Вот обязательно Ляжет Так что вот Чем-то на ногу Не важно На какую Просто на ногу Прислониться К деду Ой Ну давай 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 Наконец-то Все Че нышь А вот блинчиков С творогом Я тебе не дам Да Это для деда Сиди Ну все Сейчас Полчаса отдыха На своем Любимом Компьютерном Столе И снова Гулять Как обычно Погнал Хозяина С мягкого Ствола И пришлось Хозяину Садить На Жесткий Ствол Ну ладно Это в порядке Вещей Пусть Отдыхает Охотник Ночной Мало того Что за ним Мой стул То есть Еще Хвост Другой На Жесткий Стул А это Черныш А Ну и Бандиты Такой Как Иришка С мишкой У доктора Баллада Доброе утро Сегодня Первый Января Ноября 2020 Года Закончилась Моя Осенняя Эпопея С песком Засыпкой Осколков Старого Фундамента Так Всю эту работу Я проделал За пять дней Нормально Да Как Песок Поубавился Хорошо Хорошо Дед Доволен Все нормально А у нас Еще Цветут Как Это Называется Снегоягодник Нет Не могу Сказать Но он Обычно Белый Бывает Снегоягодник Это Какой-то Розовато Красный Не знаю И этот Цветет Вот Убей Меня Сейчас Не помню Просто Я устал Уже Как Это Называется Ну Это Красивые Красившие Кусты Такие Мощные Забыл 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 Так Так же Еще И розы Плетистые Белые Цветут Цветут Мои Милые Цветут Мои Хорошие И Эти Розочки Цветут А Сегодня Первое Ноября Замечательно Замечательно Красавицы Мои И Че Все Так Приятно Ходить По Саду И Любоваться На Цветы Но Это Последние Цветы Конечно Да Хорошие Мои Сколько Живас А Ой А Вот Эти Все Остальные Которые Отцвели Бабушка Скорее Нет Карина Обещала Бабушке Помочь Их Вырубать Вырезать Но Не знаю Не знаю Будет Нам С Бабушкой Все Это Делать Ну Все Дед Засыпал Все Все Осталось Вот Землю Что И Выкопал Когда Делал Канатку Перевести Или Перенести Как Угодно Вот Вот На Эту Часть Полоски Канатку Здесь Пониже Чем Там Сделаем И Напоследок И Вот Эти Вот Красавцы Ветерок Качает Замечательно Ну Ладно Всего Доброго Пожалуйста Не болейте Замечательно